Удачным мувом и ошибкам предлагаю прокомментировать происходящее. Так, ну Warriors Gaming Unity уже как-то немножко клонится к Elite-гейму, так скажем. А Фнатики опять продолжают свою агрессию. Нет, хотел было сказать, что мне что-то непонятно, но все мне абсолютно ясно здесь предельно. Джаггернаут пикнут в кассе контрпика. Взят Акс, все хорошо. Огар Мак, Элдер Титан тоже отличный герой на второй пик, просто так, третий пик. Все отлично, Фнатик должны здесь пушить и Warriors Gaming Unity в свою очередь добирать каких-то героев, чтобы можно было бы, опять же, игру перевозить в лейт и набрать посерьезнее лейт-гейм. Это, я так понял, их главное оружие против Фнатика, потому что у Фнатиков нету, по-моему, никаких других стратегий, они только вот идут вперед и идут и бьются головой об стенку. Бум-бум-бум-бум. Неважно, пик сильный, хороший, плохой, слабый, неслабый, просто идем вперед, идем бум-бум-бум-бум-бум. Ну, не то, что прямо на 20-й минуте, а основа в том, что нужно пойти и обязательно запушить. Взять там какого-нибудь лейтера хорошего невозможно. Лучше взять Огра Акса и идти вперед. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Ты отбиваешь бит? Да. Вот. Ну, в принципе, все. Очень странные пики от Верри Росгейминг. Только что они показали и нам, и сами себе, что, ну, могут они, так скажем, в лейте там выиграть, как-то засплитить, но тут они набирают драку фактически 5 на 5. Взять какую-то такую, не знаю, не их пик, не их пик. Вот, если бы я снова увидел нагую шторма, я бы доверил им эту игру. А так, мне кажется, Фнатик вот в драке бум-бум-бум, они-то посильнее будут. Кстати, если бы в прошлой игре Фнатик взяли в эту темпларку, они бы выиграли. Но они сами себе ее забанили, как и в этой игре. Значит, поражение. Приятного просмотра. Ошибочка, ошибочка. В ЭГЮ имеют отличный выход в Вайда, такого героя, как в Бойт. Да, потенциал отличный. Единственная проблема, что Акс, 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 Акс и слабость на линии. Ну, вот сейчас Войт стал еще лучше, чтобы Урсу затыкать, ловить. С уроном проблемки, то есть, как-то вот даже смотришь, есть Огр Маджай, да? Ставится на него купол, и как его убить-то? Огр Маджай? Да. Огр Маджай. Ну, ты знаешь, дело в том, что урон от Earth Splitter наносится в процентах, поэтому, в целом, возможность призрачная будет убить Огра. Ну, а палочка ВД, она не такая слабая. Это понятно, но даже я имею в виду, ну, вот какая-нибудь, там, не знаю, десятая минута, бежит этот Огра пятого уровня, и Войт такой шестого смотрит на него, ставит купол, а Earth Splitter еще нет. Ну, если его что-то гладит от этого Огра, вообще урона нету, на самом деле, никакого. У ВГЮ будет пять героев, Ярослав, еще будет герой в миде, который может нам нести урон. Ну, что пять героев будут гладить Огра, ничего не изменится. Пять героев будет гладить Огра. А вдруг это будет герой какой-нибудь прям с уроном, какой-нибудь Лина? Во! Лина может спасти ситуацию. Ну, Лина, кстати, реально спрашивает в Ограх. Пам! Да, погладила ультом Огра. Да. А почему именно про Огра вы все говорите? Потому что он толстый. Потому что он очень толстый. Ну, не только про Огра. Там, опять же, Урса какая-нибудь, особенно, если успеет ультимейт подрубить. С демиджем у Верерус гейминг слабо. Ты вот смотришь на их героев, они крутые в позиционерке, в макроигре, в лейте. Ну, я же знаю, как они играют, они будут меситься на всех этих играх, а урона нет. Там, хилл варлок и лечат вообще все, что у них есть из урона. Кашки! Да бери уже вайда. Во! Это получше. Это хоть мид? Нет, ну это, наверное, будет. Это, конечно, для того, чтобы была хорошая фиксация Огра, чтобы его гладили герои. Разумеется. Все для Огра. Ну, еще можно пугнуть, чтобы он мультикасты с агонимом своим и в себя, все в себя. Ну, любопытно. Действительно. Кстати, Фнастика могут убить Рошан на первом уровне. Вперед, друзья, я бы на это посмотрел. Да, ВГ Юнити так-то, если захотят, смогут. Смотри, и Бестмастер, и ВД с хиллочкой Джаггер. Три милешника тяжело будет. Так, Элдер Титан, он так на подхвате стоит, ждет, когда затанцевать на врагов, которые будут идти. А сам он так. Ну, это урона мало уже. Ну, он будет впитывать периодически. Ну, хотя, слушай, Джаггер с критами под пассивкой Бестан, он вообще, да, можно. Но Фнастика-то на халяву могут идти, они еще и за Дайр. Да, было бы очень интересно видеть драку на Рошане. Кто-то рассказывал нам, что в Китае ЦДЕК против Коттам. ЦДЕК, по-моему, забрали на первом уровне. Было, было, было. Но из группы не вышли при этом. Это, видимо, была единственная заготовка. Кстати, как опытный капитан, могу заявить, что пару турниров тоже играл с единственной заготовкой по забиранию Рошана. Больше других не было. Турниры были проиграны в основном. Да. Один из них Интернешнл, третий. Лично приезжал на Лан, играл Бо-3 против Директора и первую карту выигрывал за счет того, что забирал Рошана. Две потом проигрывал. Ну, соответственно... Заготовка-то была, но она работала. Я проигрывал Хаус Му, Бананой и прочими друзьями на третьем Интернешнл, даже забрав Рошана. Так что совсем клиническая была ситуация. Пугну за баннере Warriors Gaming. Взяли Тинкера. Ну да. Это неплохо. Вот это хороший геройчик. Так у них опять хороший пик. Вот Тинкер все исправил и сделал этот пик реально сочным. Он тут можно было... Сделал крутым, да, я согласен полностью. Придумать любого героя. В общем-то, Фнатики с их пиками должны проигрывать эту игру, по сути своей. Неважно, что они пикнут последним героем. Потому что, ну, я не знаю. У них, опять же, сейчас нету возможности никакой зайти на хайграунд, сломать базу без какой-то критической ошибки от Warriors Gaming. Потому что там они все отдадутся, как-то нафидят и так далее. Они сейчас опять возьмут своего пака бесполезного. Да. И ничего не могут сделать. И не возьмут какого-то пака, будут бегать, доминируют вначале и потом просто-напросто проиграют. Потому что я так понял уже, что у Фнатик особо нету такого понятия, что нужно иметь героя какого-то. И раз уж вы любите рано заканчивать игру, который будет бить базу. Шторм. Не, ну, Шторм это хороший выбор. Шторм, да. Если он засноуболит, он, конечно, на эту игру выиграет. Если же нет, то ГГ, ВП. Все так же. Ну, откровенно, в Warriors Gaming по личному скилу они, конечно, на голову слабее. Поэтому мне кажется, что Фнатик все равно победят. В прошлой игре это все-таки грит, Нага, все дела. Нага может выиграть, даже если ты играешь в три раза слабее порой. Я слышал, что предел Наги выиграть, это если ты играешь в 4,2 раза слабее. Ну, да, да, да. Может быть, 4,3 или 4,2. Ну, не знаю. Сейчас, возможно, что-то изменилось, учитывая то, что уровень игроков растет все-таки. Ну, да. Ну, что, друзья. Всего один раз было произнесено слово «ошибка» на этой стадии драфта. Так что очевидно, что студия аналитики удовлетворена пиками, тем интереснее будет смотреть предстоящую игру. А комментировать ее для нас и для вас, конечно, будут форс и адекват. Ребят, вам слово. Спасибо, Александр. Просто заметил, что у нас гибкая такая студия аналитики. Поначалу нет шансов у VG Unity, а теперь уже у Фнатиков все плохо оказывается. Ну, мне кажется, что у Фнатиков не так все плохо, как говорят. Тут пик Шторм Спирита был вполне очевиден. И это был единственный правильный вариант, который вообще спасал Фнатиков. Потому что против Шторм Спирита у тебя уже кэри, который вообще ничего Тинкеру не делал. Там, кстати говоря, ферс-левел Рошан, прошу заметить. Вообще-то да. Пора бы показать нам доту. Мы смотрим доту уже и мы видим, как Рэйвен тут вместе с ИЮ пробивает этого самого Рошана. А тут Тинкер зашел и все увидел. И тут лазер сразу же дал. И Рошан накрывается медным тазом. Подтягивается Элдор Дитан. Здесь будет драка 5 на 5. Раскручивает Бэтфьюри Акджит. Летают каски. Каски просто волшебным образом здесь летают. И таки минус 1, минус 2 уже сделали ребята из VG Unity. Отличная игра. Это еще и Кабан впивается в ОХА. Но ОХА здесь должен выживать за Кантри Ли. Этот момент VG Unity. И кто же эти молодые ребята? Кто же эти тысячуны X снова сыграет на Вич Докторе? Товарищ Нано на Тинкере. Ахджит сыграет на Джиггернауте. Кэнк на Бестмастере в Оффлейне. Ну и суппорт Ахфу на Элдор Дистане. Ну а кто же только что попытался реализовать стратегию Ярослава? Демон на Варлоке. Муши, Шторм Спирит. Эйо на Огрмаге. Рэйвен Урса и Охайо Акс. Да, вот это момент. Обратите, пожалуйста, внимание. ИЮ Блайтстоун даже приобрел. ИЮ Блайтстоун. Чтобы Рошан быстрее забрать. Ну правильно. Это правильно, конечно. Так и нужно делать. И Блайтласт прокачал. Все верно. Ох, на первом левеле будет тяжко Огрмагу. Нужно будет сейчас Экспириенс подворовать у Муши на медлине, чтобы получить левел 2, чтобы Игнать хотя бы был. Потому что сейчас Огрмаг вообще непонятно, что это такое. Это бегающая с Блайтстоуном, которая не может ни замедлить, ни догнать противника. В общем, ерунда получается. Еще и Стаут Шилл тебя купил. Что делать с таким Огрмагом, непонятно. Нету Виндлейса, нету Орбов Виномов. Наверное, надо идти на боты как-то там зонить, я не знаю, саппортов помогать хотя бы Аксу получать левел. Ну, Рэйван на топе свое, конечно, получит. Но мы видим то, что Ахфу играет на Элдер Титане. Да, Кангару, вот привычный хардлейнер команды ВГ Юнити, он отправляется в лес с Айрон Талоном. Акс на боте в итоге умирает от Тинкера. Тинкер на боте, я, кстати, только что заметил вообще, что там Тинкер на боте. Джаггер решили против Шторм Сфирита поставить. Интересное решение стороны ВГ Юнити. Ну, вообще, да, то есть вот Огрмаг, судя по всему, не торопится ворвать Экспириенс, потому что он пошел там сделать какие-то стаки. Стак в итоге сделал на пуле сверху. Только сейчас потягивается вниз. Ну, и, конечно, срочно нужен левел 2, срочно нужно приобретать себе какой-то сапог и уже быть полезным. Потому что на этой линии, ну, мало что он может сделать своим блатластом. Да, тут в целом поставить Джаггернаут на лейн против Акса, конечно, можно, если его саппортят два хороших героя. Но учитывая то, что Бистмастер ушел в лес, то, как бы, Джаггернаута просто некому саппортить. Акс будет его гонять. Плюс, ко всему прочему, опять-таки, ушедший в лес Бистмастер развязывает руки вражеским саппортом, и Тинкер в опасности в миде. Его могут легко убить. Поэтому такая рокировка, она очень правильная со стороны Warriors Gaming. В том случае, если Огармак себе хоть что-то получит. Почему? Потому что Варлок — это такой себе гангер. Мы знаем, что у персонажа нет замедления, у персонажа нет какого-либо стана. То есть он может просто бить с руки и не более того. И очень нужен Огармак, чтобы хоть какие-то вещи создавать на линии. Например, ганга Джаггернаута, или, например, ганга Тинкера снизу. Поэтому ждем, конечно же, быстрого поднятия левела от Огармага, иначе вообще будет грустно. Но Бистмастер — это стандартная игра. В общем, через лес мы знаем, что оффлейнеры сюда смещаются. Бывает ими-суппорт Бистмастер, и оффлейн Бистмастер. Суть не меняется. Аронталон в лес, на пятой минуте у тебя шестой уровень, и первый выход из Праймал Рором с пассивкой. Ну и, соответственно, уже начинаем какой-то разгон получать. То есть уже каким-то образом убивать противника. Интересное местоположение демона. Демон в инвизе, демон ждет курьера. И не контроль этот момент. Сапог Боттл здесь. А его контролить невозможно. Ну, как его проконтролить? Ну, оставить в смысле на Тер-2 и вернуться просто взять самостоятельно. Ну, извините. Угадать то, что там инвиз кто-то подобрал. Ну, в принципе, да, наверное, можно понять то, что на топе нет Варлок. Он может прийти там забрать Курьера, учитывая, что ему нечего на топе, по сути, делать. Да, наверное, можно было бы об этом догадаться и подождать. И в итоге апнуть Курьера, чтобы Варлок не убил Куру. Но этого сделать в Warriors Gaming не смогли, не догадались. А вот, снова проблема. Раскидывают ракетки. Лазер пошел. Все, это под Маледиктом. Второго уровня прокачки-то, между прочим. Охайо, жить-то будем, нет? А он, если не успеет от Рошана умерять, то умрит. Охайо. Он все-таки погибает. Он его сагрил, тут же погиб. Ну, неплохо сыграно. Хорошее решение от Икснова. Надо прокачать Маледикт. Икснова отдается. Он закупился, да, апнул Курьера. Но пока Курьера нет, не получится, в любом случае. Все очень качественно сделали на нижней линии в Агайоните. И уже 4-0 в пользу этой младийской команды. Два фрага было сделано в Рошпите, командой Warriors Gaming. И два на Аксе. И два на Аксе, да. Получается, Аксу тяжеловато на боте стоять. Два ранжевика. Вроде, казалось бы, тинкер, тинкеры на легкой линии мы видим не часто. Но вот видим, в купе с Вичдоктором можно под Маледикт 2 уровня неплохо раскастоваться. И даже такие вот плотные оффлейнеры не будут выживать. Как-то спешат многие команды Урсу пикать, когда она никого не должна, по сути, контрить. Урса должна, должен контрить какого-то персонажа. Там Тимбера, Войда, например, на лайне. Если ты в мид против милишника какого-то ставишь, Урса тоже очень хорош. А когда ты просто от балды берешь этого персонажа, то ты потом можешь очень сильно поплатиться за это в лейте. Потому что очень часто присутствуют в драфте такие герои, как Тинкер, да, вот Нага такие вот персонажи. Против них Урсы, да, особо ты не пошпилишь. Тебя все равно как бы по карте растянут, и ты будешь бегать этим Урсой с блинком и саппортов убивать, и все. У Гармага проблема. Тем временем Мальдикт накинули, Тинкер туда не стал раскастовываться. Зачем ману тратить, если все равно через ТП уйдет у Гармаг. Ну, грамотно все-таки после каски иметь возможность сделать ТП. Аксу бы тоже нужно было в этот момент об этом подумать. Но, тем не менее, Ю выживает, и Ю все-таки остался своим блайтстоуном, остался стал шилдом. Ну, не продавать же, деньги терять, да, купил себе сапог. Это не Сэн Кинг, и на Огармаге все еще эти артефакты смотрятся, но в целом не так плохо, как у Сэн Кинга, спасибо. Тинкер, кстати, вообще забил на какие-то промежуточные вещи. Купил себе тапок, копит деньги на траву. Не соул ринг, там, не какой-то нуль талисман, ничего ему не надо. Он прекрасно ласт хитит, он прекрасно получает экспусть. Ну, с экспой, конечно, проблема, ладно, не буду уж спорить. Икс снова порядочно ворует опыта у Тинкера, и надо бы на натуто ставить... Ну, если не в одиночестве, то, по крайней мере, не воровать экспусть с него, потому что ему нужно как можно скорее получить реарм и выкачать машинки. Ну, реарм он получит, но надо машинки выкачать, чтобы фармить. Я бы отметил такой еще интересный момент. То есть здесь Тинкер почему покупает себе травула отчасти? У него есть прекраснейшая возможность, Джекер на теренем соло, делать гилд на варлоке, прекрасная возможность делать травула на бисмастеровского ястреба. Это раз. Второй элдератистан с иллюзией. То есть фактически инициация может пройти абсолютно в любом месте. И с бисмастером это, наверное, самое крутое сочетание. И Тинкер, купив пораньше травула, имеет возможность раньше помогать своей команде, соответственно, делать скиллы. Поэтому вот этот вот item build сейчас очень хорошо работает. Очень странно то, что пикая Тинкера ласт пиком, ребята из Warriors Gaming не забанили Шторм Спирита. Потому что, повторюсь, опять-таки это вполне такой очевидный был ход от Фнатик забрать Шторма, учитывая то, что они набрали ранее. И если бы Шторм был бы забанен, мне кажется, что уже 50% игры бы Warriors Gaming выиграли. Но пока так идёт неплохо. Конгаро зашёл слишком далеко, получает Ignite. Тут же его батлхангером прожигает. Вичтоктор уже погиб, и Шторм Спирит здесь. Имеет возможность сделать даблкил. Ещё тучку последнюю нужно прописать. На развороте хотелось бы с мастер дать Праймэл Рор, но тучка от Шторм Спирита залетела несколько быстрее. И в итоге два фрага для Шторма. Отличный мув со стороны товарища Муши. И Муши будет сейчас задавать темп. Он уже левел седьмой, у него уже есть Солринг, Сапог, Нуль, Талисман. Он уже вполне может себе позволить помогать на линиях и делать вот такие раскатки. Да, он Муши хорошо в миде отстоял. Даже несмотря на то, что тяжёлая была у него ситуация после того, как Фнатик проиграли. Не смогли забрать Рошана на первом уровне. Сагджитому ему вроде бы более-менее комфортно стоять. Но всё равно, учитывая то, что Джаггернаут там не умирал, а Шторм, кажется, погиб. Не так просто было Муши. Смог, теория не пошёл. Здесь в АГ-гимнити Конгаров всё-таки не давал свой ультимейт. Поэтому хочется им воспользоваться. Давно уже апнул себе левел шестой. У Вич-Доктора левел четвёртый. Опять же, второй Маледикт присутствует. Ну и, конечно же, Тинкер, который, в случае чего, на тревелах-то прилетит. Ну и вот давайте посмотрим внимательно. Удаст ли кого-то поймать хороший вард. Видно здесь демона. Демон на варлоке бегает. Левел третий. Можно очень быстро и просто его забрать. Праймал Рор сверху вешается на него. Маледикт тут же сверху, без шансов на спасение. Ну и демон погибает. Даже без участия Тинкера легко справились Вориор с геймингом. А вот снизу Тинкера могут быть проблемы. Может быть, всё-таки надо было прилететь к своим командам. Потому что здесь уже Урсу Вориор. Здесь также Акс, Агриле накрыли топором. И отличный ответный мув со стороны Фнатика. Вот если бы он прилетел к команде, здесь, наверное, этого килла не было. Да, ну кто же знал. Хотели как можно больше фарма получить. Рейвен получает сейчас Блудласт. И бежит в Рошпит для того, чтобы Рошанчика подрезать. Есть у него Морбид Маск. Пассивка третья. Тоже второй оверпавер. С этим уже спокойно можно забирать Рошана. Плюс ко всему тиммейты, видимо, тоже помогут. Вот он и Ю. Вот он пригодится сейчас. Это самый Блайтстоун. И Сталтшилд, судя по всему, тоже пригодится. Можно танчить. Ну, отлично. Да, ну этот момент не про контроллеры в АГ-юнити. Они могли в теорию сюда подойти. Каким-то образом что-то поспамить. Там, например, помешать. Но просто отличный Фнатик момент выбрали. После Ганга сразу же пойти на Рошана. Тут же от Алдора Титана Стан. Есть Огармаг с минимальным запасом здоровья. Подтягивается их снова. Мог бы, наверное, дать каски. Но побоялся. Побоялся, что он Спирит не напрыгнет. А тут у меня слэш. Демон, опять-таки, очень больный. Очень неприятно. Падает он в Блэйдфьюри. Плюс Огармага мог с Техджит пойти дальше. Потому что Урса здесь и Шторм Спирит. Он испугался. Алдора Титан в итоге встрял. И Алдора Титан здесь погибнет. А фраги отдают Муши. Муши получает как можно больше золота со всего этого ему. А, Иггес отдали, собственно, чтобы он там мог лишний раз, наверное, ворваться в Тинкер. Вот если он сейчас получит 11 левел побыстрее, он может даже как-то там Тинкера в соло убивать. И при этом еще их оставаться. Слушай, вот он, мув. На Ястреба Тинкер прилетает на Тер-2. Начинают обусть эту схему ВГ Юнити. Да, но Шторм Спирит это самая большая. Правильно, главная боль. То есть, если Шторм Спирит сейчас начнет вылавливать Тинкера. Вот эту вот атаку со стороны ВГ Юнити. Массивное вот это нападение по всем фронтам можно будет приостановить. Правда, Тинкер снизу мог подставиться. Игнает в него залетает. Тут еще и Урсу оверпауэр уже активировал. Но зайти по тавер не решился. Все же, все еще тот же самый Лайзер очень серьезно контрит Урсу. Да, и Урса вынужден бегать. Но 7-4 пока. Десятая минута встречи. В целом не так плохо все у ВГ Юнити. Да и у Фнатик тоже все хорошо. Мы видим, что графики показывают относительно небольшое преимущество. 400 голды. По экспириенсу та же самая ситуация. То есть, игра протекает пока очень даже равноценно. Равнозначно. Ну и 10 минут игры у нас уже позади. Ждем, конечно же, внеочередных атак от Бестмастер. Праймал Рор у него имеется. Он уже захватил контроль на верхней линии. Если только кто-то будет загуливать. Например, Варлок. Тут же Праймал Рор, тут же Тинкер. И можно будет взять хороший... Хороший килл. Ставят центри Варлок. Должны они в теории сейчас увидеть опс. Только подходить боится демон. Центри вроде касается. Таким-то образом эту точку нужно просветить. Варточ стоит. Полетел тут Ястреб. Ястреба нужна контроль. То есть надо понимать, что Ястреб... Пока Ястреб, который только дает Вижн. Но Ястреб внезапно может оказаться тем, на кого прилетит Тинкер. А это уже будет проблема. Шторм Спирит полетел. Туда куда-то под Тир-2. Видит Витч Доктора с дабл-дэмэджем. Шторм Спирит очень хочется сделать скил. Он нарывается на Маледикт. И Стана Талтер-Титана потянется кто-либо еще. Да, подтягивается Тинкер. Рассказ Муша получил неплохое. Маледикт все еще работает. Отпивается Ботлом. А Ягиса можно лишиться. Шторм, но он не очень не хочет прощаться с ней. Не, он не должен умирать. Сейчас он не выживает. Да, и улетает на Шторм. У тебя может быть Астрал Спирит. И если Станом попадет, то да, выбьет Айгис, конечно. Неприятно. Ну ладно. Главное, что Шторм просто не погиб. Он пытался там кого-то убить, но не получилось с него это сделать. Нужно дождаться Блодстоуна на Муши. Ну а ребятам из Warriors Gaming желательно все-таки начинать как-то ломать вышки. Вот вроде бы они сейчас выбили Айгис. Ну да, то есть есть третий Иннербист. Пассивка хорошая. Хорошая, если еще заручиться поддержкой, например, Джаггера. Ну просто пушить тут тоже не так просто. Понятное дело, что скрипами расправляются буквально за пару секунд. А вот сам Тавр непосредственно бить уже проблема. То есть Бестмастер, Тинкер, это много не то. Джаггернаута рядом просто нету. Ну да, Джаггер нужен. А там Акс только что приобрел Блинк. И в смоке команда Фнатик идет с фланга. Хочет напасть. Но находит на ней вещдок, который мажет колом Ахайо. Это большая ошибка. Тут можно вообще просто погибнуть всем после такого. Ну вот залетают еще и Голем от Варлока. Вот это неплохо. Праймл Ро и летит сюда Шторм Спирит. Накрыл уже Вичдоктор. Бестмастера, может быть, тоже не отпустят. Но под марш в машину, здравствуйте, не очень хочется. Подтягивается Ахджит. Ахджит за счет своего раскаста забирает. Такс еще сам выживает на 39. Хитаха просто не смогли добрать. Ну а здесь Тинкер не отпускает Голема. В итоге Драку выигрывают в АГ Юнити. Демон просто спас всю ситуацию. Если бы не его Голем, то Фнатик просто все бы полегли здесь. Выжил бы Вичдоктор, скастовал бы там еще что-нибудь. Маледикт бы там еще один дал какой. И было бы все очень печально. Он и так там какие-то скиллы скастил, но он очень быстро погиб. В итоге Фнатик там кое-как, потеряв Акса, смогли еще выжить. Ну Драку все равно не проиграли, конечно. В лучшую для себя сторону в АГ Юнити разменялись по нескольким параметрам. Почему? Потому что, во-первых, они заработали больше денег за Акс, это раз. Во-вторых, кулдаун теперь у Варлока на Голема, это два. Во-вторых, в-третьих, точнее, в АГ Юнити знают, что есть блинкдаггеры у Акса и у Урсы. То есть теперь они будут уже готовы к любым нападкам. Ну, в целом, это должно читаться, конечно, если Акс хорошо фармит на протяжении 13-15 минут. Вот у него блинк, ну уж точно должен быть. Ты не знаешь, какая такая секунда. То есть какая минута и когда пойдут в атаку. А сейчас он уже точно знает, что блинки есть. И, естественно, эта информация очень важна. Ястреб тут стоит, кстати говоря, висит, точнее, в воздухе. И Юнити должен понимать, что где-то есть вижен. И за счет чего нужно понять. То ли Вард стоит между двумя товарами, то ли вот эти ястребы висят в воздухе. Потому что у Гормака здесь забрасывают, у Гормака неприятно. И смог активировать Акджит вместе с Х-новой. Есть, кстати говоря, у меня слэш уже второго уровня прокачки. Их снова имеет Дез Вард. Если найти какого-нибудь милишника сейчас. А желательно, конечно, Урсу где-то прищучить. Просто там подфармливают лес. Было бы совсем все здорово. Но вот на Штурмспирт, наверное, победить все-таки не получится. Хотя в МИД ТП здесь Акс. Акс оттягивается также в свои леса. Там все еще стоит этот Обсервер Вард. То есть демон уже давно-давно поставил сентрик. Поставил свой опс. Точку просто они не могли сдетектить. И по итогу Вард все свое время простоял. Только-только погиб. Ну и вот он Урса. Вот он Урса. Заходит к нему. И не просветили спаун. По итогу не увидели Урсу. И перетягиваются в МИД, забирая Тирадин Тауэр. А могли бы забрать. Там совсем один был Рейвен. Никто бы ему не помог, если бы на него напали. Кабаны бы его замедляли очень быстро. И все было бы хорошо. Тем временем нападают на Акса. Акс уходит телепортом. Было больно, но Ахайо выжил. Это самое главное. И Вориорс Гейминг потихоньку начинают давить вышки. Сами они Тирадин Тауэров еще не теряли. Шторм Спирит нападает на Вич Доктора. Разрывает его вместе с Урсой. Хорошая атака получилась. И бежит на базу, да. Суппорт должен был рядом с самим тиммейтом находиться. Здесь Демон также встрял. Демон. Ну вот в наглут эти тп-аут. Омни слэшем здесь, конечно же. Акджет накрывает. И успел забрать Варлока. Размялись с суппортами, получается. Оба коллектива. Вориорс Гейминг знают, что здесь делал Демон. Он здесь вардил. Поэтому должны сейчас Вориорс Гейминг все это дело обязательно убрать. Вторая пачка некров появляется у Кангару. Акджет купил себе Персеверанс после Драмов. Говорит это о том, что делать он будет БФ. Ну действительно, торопиться ему особо некуда. Можно купить БФ. Потом Яшу фармить, фармить, фармить. Мне очень нравится билд через Блинк после Яши и БФ. Прям почти как антимаг. Блинк тоже блинкается между спаунами. Очень быстро фармит джиггернаут. И самое приятное, что ты с таким блинком можешь очень эффективно омнислэш использовать. Когда надо войти, когда надо, можно выйти из драки после омнислэша. Потому что тебе никто блинк сбить не может. Просто блинкаешься оттуда и все. Может быть очень опасно. Охайо фармил чужие лица. Получает Праймал Ворос. Здесь также подставляется еще и Гермак. Ну Акс точно уже в Таверн отправится. Правда живет, конечно, довольно долго. Но все же его забрали. Вот данного Гермака не отпускать. Есть Каски, Десвард, еще и рассказ на тинкере под Мелли Диктом. По итогу это минус 2. Ну отлично, ВК Юнити прогнали вот этих наглецов со своего леса. Воспользоваться своими ультимативными способностями. Ну и можно продолжить движение по нижней линии. Ибо все еще есть и Хеллинг Вард. Все еще Джиггернаут здесь. Все еще пассивка Бестмастер работает. Теперь 2 можно будет скушать. Ахджид уже начинает перефармливать Рейвена за счет того, что у него просто герой более приспособлен для получения большого количества золота. В отличие от того, что есть у Фнатик. И дальше ситуация будет только ухудшаться, когда Ахджид купит себе БФ. С Некрами нападают в Warriors Gaming на тир-2 вышку. Тут есть Хавк. Все прекрасно видно. У Шторм Спирита... О, он нашел Аркин Руну и подобрал Хасту. Может быть все-таки Фнатик что-то придумают сейчас на боте. Есть вроде бы как Голем у них. Ну и в Warriors Gaming, конечно, понимают. Понимают. Это просто уходит. Это правильно делают. Оттягиваются назад. Подтягивается сейчас Шторм Спирит к Варлоку, который как раз-таки юзает Смок. Втроем они попытаются, возможно, напасть. Сейчас действительно Муши очень силен. Муши сейчас, используя эти руны, может многое сделать в драке. Вот залетают они как раз на Джаггерна. Тут кастовал Бэтфьюри, но есть Агар. Големы сверху падают на Джаггер. Есть Омни Слэш. Спирит ли докастовать, но Вортосом сверху накрыли. Дать нужно Омни Слэш перед смертью. Нет, решил все-таки просто отдастся. Я поставил Килингвард, точнее пытался это сделать. Не получилось. Тут же Тинкер раскастовывается. Нужно пытаться унести свои ноги. Каски залетают по одному только в Урсе. Ни от кого не отскакивают. Ну и в разные стороны. Просто бежать. Ограничится только смерть одного своего керри. Это не так плохо, как катать, например, всю команду. Ну и отлично. Реализация вот этих двух полученных рун. Смок все-таки смогли сделать скиллы. И вот еще бы было неплохо, например, воспользоваться этой ситуацией и снести какой-нибудь тавр. Но не получается. Да, слишком много вышек у Warriors Gaming на карте присутствует. Тяжело перемещаться бывает. Фнатикам вот они на боте как раз-таки вышку забрали. Смок и сразу во вражеский лес. Тогда вот просто, да, когда вышки там нету. А вот там, например, как-то на Эншентов заходить. Вот более глубокие варды ставить во вражеском лесу. Это саппорты команды Фнатик делать просто не могут. Потому что их там примут. Вот тот же самый демон, да, он уже пытался так глубоко провардить. Его наказали за это. Ну и варду сам и сняли сразу. Нужно карту стараться контролировать Фнатикам. Ну, Тинкера, похоже, здесь уже не остановить так просто. То есть он свое нафармил. Травала есть, есть блинк. Что остается Фнатик? Фнатик остается получить фарм на Штурм Спирите. Сделать Бладстоун. Может быть, какие-то вылазки со Смоуком. Второго Рошана забрать. Парочку вышек спушить. Может быть, какие-то драки устроить вместе с Аксом и Урсой, если оппонент будет ошибаться. Мне все еще не так плохо. Все в порядке. Фнатик, на самом деле, то есть фарма кор-героя свои получают. Рошана по кулдауну можно забирать при всем при этом, потому что, опять же, Урса хорош в этом плане. Единственное, что, конечно, с Виженом противника нужно что-то делать. Никогда нельзя недооценивать Штурм Спирита. Это герой, который в одиночку порой выигрывает игры. Само собой, конечно. Купит себе еще и Сайленс, и будет Тинкера довольно серьезно напрягать. Здесь вот, может быть, покупка раннего гема тоже положительно скажется на игру Фнатик. Опять же, потому что Варда ставит ВГ Юнити, и вот эти бесконечные ястребы, которые зависают в воздухе, тоже очень неприятно. Так что, ну, Фнатикам поформить еще парочку артефактов, купить себе гем, что называется, и, может быть, потом все будет получаться в файтах. Ну, а пока по всей карте растягивают противника ВГ Юнити, формят все, что хотят, очень хорошо расположились. Кэнк, например, на топе, в миде там Тинкер, снизу Вич Доктор, все что-то формят, все что-то хотят. Кстати говоря, вот что хочет Вич Доктор, пока не совсем ясно. Он, конечно, играет позицию пятую, да, то есть это опорный суппорт, лейнинг, суппорт команды. Он сделал вроде бы 4 килла и при этом имеет 4 смерти, но вот артефактов у него не прибавляется. Конечно, в такой ситуации хотелось бы от их снова увидеть какие-то, ну, глимеры хотя бы, вот чтобы, ну, элементарно, Шторм Спирита в драке не погибнуть быстро. Ну, может быть, в будущем появится, опять же, рановато пока. Зато у Элдор Титана много фарма, он там практически дофармил Еул, сейчас купит себе наверняка стафу Визардри, и там накопит на рецепт уже будет возможность кого-то 100% застанеть своим первым скиллом. В Вориорс Гейминг, опять-таки, некуда торопиться. У них геймплей намного проще, мне кажется, вот таким пиком, который у них есть, нежели чем у Фнатик, вот конкретно на данной стадии. Все, что им нужно, это побольше фармить. Знаешь, вот очень напоминает, наверное, предыдущую карту, вот сейчас геймплей от ВГ Юнити, то есть суть та же. Стоит Тинкер, там была Нага, Нага отпушивал, Тинкер отпушивает, в общем-то, шил, намыл, поменяли. Ну, а Фнатики играют то же самое, да, они играют в свои базы, первички делают какие-то выпадки, пытаются забирать Рошанов. Ну, и мы помним, чем это закончилось. В ВГ Юнити рано или поздно потом задавили противника. Посмотрим, как здесь с Фнатики справятся ли. Потому что, вот опять же, по одному мерзкому герою в той катке и в этой катке. Фнатик просто на этот раз имеет хорошего персонажа для того, чтобы сконтрить этого мерзкого сплитпушера. Так, временно. Ой, слушай, может встрять сейчас Тинкер. Хорошо, блинковался. Опять-таки заходит на Рошана, на Урса Ворьера. Все это прекрасно читает ВГ Юнити. Заходит Роспиттер, правда, зашел не туда. Бесмастер пошел давать Праймал Рорду, получил раннюю агрессию с стороны противника. Залетают также Големы, Вортекс. Долго жил Конгарон, наконец-таки с ним справилась. Драка уже идет не по плану в БГ Юнити, нужно отступать. Подставляется Элдер Титан, там где-то Акс все-таки забрал Тинкер. Тинкер не прокраскастовывает с хайграунда. Стоит еще и Десвард. Ну, отлично. Но Джаггернаут, он не слэш. Да, о-о-о, как больно, Урса погиб. И Ю также падает. Отличная игра, так, Джита. И делает он минус 2, при этом еще и спасается. Падает Голем, надо отступать. Фнацикам, Шторм Спирит, там, судя по всему, остается без МП, без ХП. Отличный стан от Элдер Титана. Из Демона, скорее всего, тоже здесь заберут. Трипл килл. Трипл килл для Ахджита. И это, это кажется, беда. Потому что Рошан очень сильно накоцан. Сейчас, а, Бестмастера тут еще нету. Вот если бы еще и Бестмастер не поступил бы так глупо, как он поступил, вот в Warriors Gaming просто в салат бы выиграли эту драку. Ну, мы учитываем, конечно, что Элдер Титан сделал байбэк. Все равно, даже при этих обстоятельствах, они остались в плюсе. И убили 4 героя, и 2 из них оказались скорыми. И сейчас заберут еще и Рошана, возьмут Айгис, конечно же, будут однозначно впереди. Да, Рошана не забирают, Айгис остается Джиггернауту. Джиггернауту говорит спасибо. Вся команда в ГАЮните говорит спасибо Урсе за то, что помогли. Да, БФ, Яша. Если, скажем, Нагу, Сирену на предыдущей карте Джиггернаут не смог контролировать, то в этой игре против Шторм Спирита можно купить Абис Элблейд, и если у Ахджита будет блинг, то он на него будет легко нападать. А там можно уже и как бы Рор в него скастовать, и как-то станом Элдер Титана его задизейблить. И вот сейчас, возможно, это попытаются сделать. Муша ходит на угармага или нет? В очень опасной позиции. Находится Муша, третий Некрай, ему сейчас просто выжгут всю ману. И пробивает с руки, да, это очевидный минус. Эйю также подставляется, и Эйю тоже не должны отпускать. Еще и демон решил помочь своему тиммейту, накидывая Шадоу Ворту. Между прочим, Эйю-то все еще жив. Но через Бэдфьюри забивает его Акджит. Ну и два потрясающих сейчас фрага делают в Агг-Юнити, хотя, в принципе, было ничего сложного. Зашли сбоку, это подставилось, конечно, сам Муша. Забирает еще при этом Тир-2 Тавр. За последние несколько минут в Агг-Юнити зарабатывает огромное количество денег. Забирай Рошана, забирай героев противника. И смотрите, как графики резко пошли вверх. Просто с преимущества 2,5 тысячи они врываются в преимущество 8, а то и 9 тысяч. Это всего только за счет парочки не самых удачных мув со стороны Фнатик. Да, тут, конечно, Шторм Спириту тяжеловато выжечь всю ману. Все-таки Бладстоун у него есть, но у него оказалось так мало ХП, что его проще руками было заковырять, чем выжечь ему всю ману и убить последствия. Мне кажется, Муша начинает нервничать. Вот уже сейчас. Я бы на его месте бы нервничал. Ты знаешь, вот такое ощущение, как будто у Фнатиков просто несовместимость в Агг-Юнити. Они в групповой стадии ничего в Агг-Юнити сделать не смогли. Неудобный соперник может быть. Вот вот неудобный соперник. Да, вот я об этом и говорю, что не получается. Первую карту выиграли, вторую проблемы, в третьей проблемы какие-то. И опять ребята ломятся. Там есть умный слэш, там есть... Там Спирит залетает. Очень опасно. Есть рассказ, между прочим. Полтора Титана, может быть, комбо получится. Ну, Акс первая Агритер, Спиритер попадается. Залетает, конечно, Голема. Но без ХП уже остается Шторм. Шторм погибает, правда, в размен на Тикера. Урса пошел прибавить дальше Винч Доктора. Неплохо по Дэн Рейджерману его съедает. Агджит. Он не слэш имеет, ждет до последнего Агджита. А стоит ли ждать, может быть, все-таки заюзать? Но есть еще Аегис, не забываем. Хорошо, после Аегис. Смогут ли его дальше убивать? Вопрос. Агджит ускоряется. Бейсмастер тоже рядом. Мне кажется, тут на самом деле Агджит уже может убивать. Там нет ультимейта у Урса. И если сейчас Рейвен останется один, можно было бы его как-то подрезать. Но... Четыре героя плюс Голем. Там слишком... Решили отступить. Там дэмэдж расплитится просто по всем, поэтому мне слэш было давать, наверное, нельзя. По итогу все-таки драку выигрывают в Фнатике. Я там не заметил, чего так быстро погиб Тинкер. Вот что его так быстро съело? Что я смотрю, что Роб Спирит покибал там ясно, под огромное количество станов встрял. А как погиб Тинкер? Не знаю, похоже, он там в Големов попал. Под Големов попал в Орлока. Я, честно говоря, не обратил внимания. Я следил за тем, что делает Бестмассер. Он очень грамотно напал на Муша в очередной раз. Дал ему рор. И несмотря на то, что Фнатик выиграли тимфайт, но им нужно делать так, чтобы Муша переживал драки. Ему нужен фарм. Он один из тех немногих персонажей, вот конкретно в пике Фнатик, кто способен выиграть это. Урса тяжеловато будет это выигрывать. Как мне кажется, вот впоследствии, если Warriors Gaming еще затянут игру там минут на 20, может быть даже на 30, Шторм Спирит, он потерял заряды в Бладстоун, а новый не получил в очередной раз. Команда делала фраги, но Бладстоун не заряжался. Может быть не первым, врываться с другой стороны. Вообще, конечно, инициировать должен все-таки Акс, Урса. Они залетают, и Шторм Спирит уже дальше второй волной, нагнетает, делает килл, улетает. А так получилось, что Шторм Спирит одним из первых вообще синициировал. Не так просто, просто туда влететь Аксом. Ты не можешь слепую прыгнуть и сагрить хорошо. Шторм Спирит влетает, там кого-то находит, вроде Warriors Gaming начинает как-то перемещаться по области, где вот эта локальная стычка происходит. Акс уже, видя всю ситуацию, скажем так, с высоты птичьего полета, может влететь в нужный момент и сагрить. Но вот видишь, это не работает. А тем временем работает у ФГ Юнити Пуш, потому что заходят они по нижней линии, на Тер-2 залетают, есть Глиф, между прочим, дефить-то надо Фнатиком, должны оттягиваться они назад, Тингер уже здесь. Ну, ее тут без МП осталось, пока воевал с нейгрономиконами. Через Блэдфьюри Тер-3 Тавер падает, хорошо сыграно, ВГ Юнити, а дальше-то что? Дальше опасно, дальше очень опасно. Надо, наверное, отойти. Такая халява зашла неплохая от ВГ Юнити. Чикрама-то все сделали, быстро разобрали Тер-3 и отступают. Ну и Фнатики, такое ощущение, были к этой атаке не готовы. Мы тоже были не готовы к тому, что они могут сделать такой мув. Ну, действительно, Фнатик были не готовы к этой атаке, не только, возможно, морально, но и физически. У Варлока не было голема, дефить это было сложновато. Теперь Бестмастер приобретает блинг, цеплять Шторм Спирита будет еще проще. Главное, не забывать в Вориорс Гейминг под Рор, скастовывать скиллы, чтобы Шторма убивать. А то бывает так, что Бестмастер Рор дает, а команда где-то далеко, и в итоге муж может просто улететь. Ну что, мы получаем 26 минуты встречи. Позади преимущество растет в АГ Юнити. Действительно, все в порядке, все хорошо. Драки, они плюс-минус выигрывают, артефакты приобретают. Ну и также Фнатики, конечно, тоже пытаются обрастать каким-то айтемами. Мне вот очень интересно, что будет собирать себе Рейвен. Очень неприятная ситуация, в очень неприятной ситуации он оказался. Аганим, аганим он делает. Против него огромное количество этих вот неприятных способностей, и станы, и лейзеры, и так далее. Ну, аганим здесь вот хорош от Праймал Рору. Ты можешь нажать там энрейш свой и выйти. Но против каски это, например, плохо работает. Ну, то есть ты от одной каски хорошо сразу же нажал энрейш, бегаешь, но дальше-то каски работают. То есть тяжеловато, даже с аганимом. По крайней мере, вместо Шторм Спирита теперь может влетать Урса. Вот первым конкретно прыгать, показывать ситуацию. Ой, опять подстался Муш. Неприятно, да, Муша что-то руинит. Муша что-то подставляется, это неприятно. Четвертая смерть уже при трех фрагах и пяти ассистах. Натворс у него, ну, первый в своей команде, конечно, при этом, по относительно других кор-героев, он слаб. Он подфиживает. Подфиживает очень сильно. Джаггернауты без того фармят быстрее Урсы. Так и еще Муша умудряется отдавать ему фраги. Совсем не круто. И опять по нижней линии поднимаются. ВГ Юнити они помнят, что нет глифа. Посмотри, как Тинкер собрался. Вот таким Шторм Спиритом, у которого нету совершенно ничего, такого Тинкера убрать очень тяжело в драке. В общем, даже если был какой-то Сайленс, например, у Шторм Спирит, уже заранее готов Юл. И Юл, и Гост. То есть там и Урси не пробить такого Тинкера. Очень грамотно. Забирают барак. Небы, кого лучше сваливать. Ну, барак рейнджовой, конечно, взяли. Тем не менее. Хотя они уходят далеко. ВГ Юнити так-то у них остались... А, нет, не осталось. Тинкер пролетает на Кабана. Какой-то на нас совершенно бесстрашный. Получает фаталки. Есть ведь Голем. Можно получить такой сильный дизейбл и не выжить. Но, кстати говоря, от Голема это единственное, что сейчас контрит, видимо, Тинкера. От этого уйти сложно. Гостом или Юл. Его можно просто в касание забрать. Если прилетит Голем туда, Акс, потом Шторм. Все туда, прям в одну точку. И он не успеет ни Юл прожать, ни Гост прожать. Как-то спастись. Вот, поэтому, да. Нужно все-таки быть поаккуратнее. Артефактов на Escape на Нана купил много. Но недооценивать своего соперника пока рановато, мне кажется. Пока они не победили. С счетом 2-1. Но близки, очень близки к тому, что Малазит сейчас, чтобы победить муж его, компанию. Топ-4 предыдущих в International, топ-8. Тут собрались просто такие очень опытные ребятки. И их в Г-юнице, эти Малазицы, которые не могут пройти ни на один. Ла начинает просто громить в третьей карте. Славится потихонечку Барак. И Барак здесь сейчас будет падать. Грифов все еще нет. И аккуратно через Кабанчиков, через Некрономикончиков, это дело работает. И открывает на Нана еще сверху марш в машин с лазерами и ракетами. В итоге страдают еще и сами персонажи. И вот такой техникой бесконтактного боя сносится полностью нижняя линия. Без стороны остаются на 29-й минуты Фнатик. Просто без одной стороны. Это, конечно же, очень-очень плохо. Так были уверены Фнатик на первой карте. Легко победили. Думали, что для них-то будет, судя по всему. Легкая встреча, но не тут-то было. Warriors Gaming хорошо играют. Бесспорно. Владмир появляется у Кенга тем временем после Блинк Даггера. Да, стандартный такой билд на Бистмастере, ничего. Но Этериал Блейд, который будет спасать не только самого Тинкера от Урса, но и любого другого тиммейта, которого Урса попытается фокусить, придется, наверное, еще и Диффьюжил Блейд брать. Ну, на Урсе и так Диффуза покупают, но тут прямо действительно оправданно будет этот билд. И Аганим, и Диффуза, и БКБ, и все это на Урсе на одном. Но где что-то денег-то взять? Он Аганим еще на фарме тебе не может. Все время в какой-то закрытой ситуации Урса стараются либо драться, либо дефить. При этом фарм вообще не идет. А ВГ Юнити чувствует себя по карте замечательно. Бистмастер здесь стоял, увидел, как бегают в натике полным составом, отошел. Элдерак Стан вообще тролли так, не дает ему к тему подойти. Ну, ждем очередной атаки от ВГ Юнити, ждем какой-то хорошей инициации. Вот, например, Тинкер, опять летает в разные стороны. Я думаю, что будут дожидаться все-таки Скади на Джиггернауте, а Ахджит решил... предпочел блинку статы и покупает Скади. Ну, учитывая то, что Warriors Gaming так успешно заходит на ХГ периодически, то, наверное, это оправданное решение. Побольше статов, будут толще иллюзий, ты сам будешь толще, и тебя тяжелее будет забрать. Ну что, покупает Point Booster себе Урса, осталось тысячу голды до покупки Аганима. А успеет ли, не успеет собрать, конечно, тоже большой вопрос. Кучкуются сейчас Фнатики, Штормспирит тоже пытается нафармить себе хоть какие-то айтемы. Торкет у него появился. А что дальше? Демон есть голема. Ну, казалось бы, готов. Готов вроде бы и Акс, который купил себе БКБ без Блэйд Мэйла играет. Как говоря, еще одна была возможность, такая мини-возможность каким-то образом тикеры цеплять, но вот Акс все-таки решил купить себе БКБ, тоже правильно, потому что огромное количество станов. Под касками можно просто никуда не ворваться, эти Маледикты, все неприятно. Очень-очень-очень приятно. А тут единственная цель, которую Фнатик могут убить вот через Оркет, это, наверное, Бистмастер, как бы это ни казалось странным. У него нету просто эскейпа против Оркета. У остальных там либо Юл, либо Гост, ну, в общем, тяжело. Ну, можно, конечно, и Вичдоктора забрать, если он подставится, только в него нужно будет много скиллов потратить, ну, не выпустить его из Дизейбла, чтобы он не прожал Гост внезапно. Момент, момент, очень серьезный момент. В Агаюнити под смоками нарисовали план, по которому они должны будут отлавливать оппонента, что по Вижену где-то должен летать Ястреб и дать информацию о местоположении оппонента. Вот Ястреб только-только вызывается, пробегают там аккуратно Фнатики, никого все-таки не нашли в Агаюнити, они их просто не видят, стараются так же отступить. Добаиваются все еще, но они знают, что нижняя линия подпушивается, никто не дефит, поэтому Фнатики где-то путешествуют. Только-только они вернулись на базу, ну, и БГ Юнити могут вновь занять свои позиции по карте. Ну, позиции по карте, это называется, там, на любой территории можешь стоять, в чужом лесу, в своем лесу и просто фармить. Потому что Фнатики на своей базе пятером. Да, Фнатикам уже недостаточно одного шторма, чтобы убивать Тинкера, нужно постоянно кого-то за собой таскать, еще какого-то Кора, чтобы подловить Тинкера и убить. Но Нана все равно не подставляется, не стесняется прятаться в лес, не ленится это делать. Ну да, то есть, микро, скажем так, вот, немного напотел в той карте Агджит, но все-таки пришлось управлять иллюзиями, как ни крути, да, то есть определенные затраты энергии был вынужден произвести. Ну, а в этой игре решили, что Агджит вот более таком, менее затратным вот именно в микро героя поиграет на Джаггернауте, а Нана теперь пусть покликает на кнопочки. Ну, обменялись, два Кора. Ну, дело в том, что Нана это Мизер, а Агджит это Кэнни. Они меняются, они всегда меняются. Ну да, периодически, периодически меняются, да, просто Агджит и Джаггернаут. Он, мне кажется, Джаггернаутом и в Сейф Лейн бы пошел, если бы не ситуация, которая вынудила Warriors Gaming крокировку сделать. Да, то есть я помню, что Агджит и сам на Шторме играет, на Атвол 2 урах он играет, на всем играет. Натеряне Макс залетает, Джаггера пытаются взять. Ну, там-то Аегис есть, Штормспирит пошел дальше, Делатургстан и поднимают его просто в Юл. Тинкер лучше не встревать, а Зерилбейт на себя накинул, чтобы выжить. Омни Слэш пошел, как же больно Аксу, Акс просто погибает, он без байбэка. Големы залетают, но непонятные големы вообще в кого-то. Мы забрали все-таки Вич Доктора. Бегает у нас Демон, за ним, конечно же, Агджит, пытаются Урсу держать в Дизейбле. Погиб Варлок, цепляют-таки Урсу под Эзериалом, да, и раскастовали в него еще Праймал Рор. Три минуса в ответ на смерть одного Вич Доктора, при этом Аегиса, так понимаю, был... Аегис был сохранен и поднимают... Ну, конечно, Акс заколил Джиггернаута с Аегисом без крипов. То есть он просто в одного... Он увидел Джиггернаута, у него что-то произошло в голове, и он просто на него прыгнул. Может, это была какая-то... Отчаяние. ...попытка заставить своего соперника драться, но она явно не увенчалась успехом в таком случае. Потому что ВГ Юнити приняли это приглашение подраться, очень даже благополучно произвели этот файт, и в итоге сносится. Центральный коридор, есть, конечно, Глиф, Дефить просто. Нечего Урса, 20 секунд нет. Нет, просто Урса, 20 секунд без Урса драться очень сложно. Сейчас еще Витч Доктор подтянет сюда, там, с хилом, например, каким-нибудь. Есть у него хил? Есть хил, конечно. Ну что, надо бараки забирать. Раскаст, Вогармага не забрали, Штурнспир пытается взять Тинкера. Тинкер еще и огромный запас ХП имеет, еще и МП хватает. Акс подходит вплотную, агрит и колит. Ну и что, Тинкера тут хоть чем-то взять надо, ну хотя бы попытаться. Ну и нечем, просто нечем брать. Тинкер в наглую делает триарм. Получает Баттлханкер, снова из Эрил. Опять поднимает себя в Юл. Как же долго пытаются его взять. Он может быть сейчас осилит. Наконец-то Кякс его перерубает. Крутится, вертится, теряем Джиггернаут. Бараки уже по миду упали, точнее один только. Ну, вообще пока отбиваются Фнатики, я смотрю. Тинкер байбэк, это будет all-in. Точнее, это будет попытка закончить игру прямо сейчас. Стоит Урса на месте. Десварт впитывает. Еще Талдертистан неплохой стан. Тинкер снова здесь. Расказ Таурса в Таверну. Без байбэка. Размен пока на ВИЧ-доктор. Многострадальный ВИЧ-доктор опять в Таверну отправляется. Ну и рассказ пошел Шторм Спирита. Снова от Тинкера. Очередной минус-минус два кор-героя. Ак сныряет. Ак сныряет Шторм Спирит после байбэка. Пытается Тинкера взять после байбэка. Он сам Юл себя поднимает. Тем временем наверху уже падают бараки. Тинкер, менеджер по развлечениям. Все-таки привлек оппонент. Прилег все его внимание. Заставили его убить. Он, конечно, падает без байбэка. О, мне слэш. Пошел Джаггернаут. Уже откатился. Смог забрать одного героя. Гермак байбэкается. Сам Джаггернаут без ХП. Но это лишь только Егис. Он теряет. Остался последний барак. И Джаггер после Егиса, возможно, попытается забрать через Блейдфьюри. Нет, все-таки решил отступить. Блейдфьюри откатывается. Фнатики остаются на базе с одним бараком. И одним шагом они уже фактически одной ногой, что называется, вылетели из квала. Двумя ногами вылетели из квала, или как ты там сказал. В общем, это уже не выигрывается, конечно. При всем уважении к Муше, при всем уважении к команде Фнатик, не получилось ребят победить. И я думаю, что на этом можно прям ставить точку. Соберутся сейчас просто Warriors Gaming и могут прям суицидом идти. Прямой ответ на вопрос, почему не пригласили Фнатик напрямую. Видимо, есть проблемы. Многие действительно задавались этим вопросом. Есть проблемы у состава, есть проблемы с тем, чтобы выигрывать, например, в EG Unity. И напомню, что они ведь и групповую стадию прошли не так хорошо, как хотели. Потому что 4-3, то есть 3 поражения было в Best of One. Это все-таки возникают какие-то вопросы к этому коллективу, в общем-то, к этому составу. Ну, это было не так очевидно, пока Фнатик не заиграли, собственно. Да, вот как они заиграли, сразу же стало понятно, что им, наверное, прямой инвайт все-таки не надо было давать. Ну, в общем, там, ладно, очень много можно дискутировать на эту тему. Я думаю, что уже все, что можно было сказать, уже было сказано. Кому там зря дали инвайт, кому не зря дали инвайт. Еще будут обсуждать. И, конечно, на протяжении квалификации после этого. Это надо уже смотреть на мейджоре, скажем так. Посмотреть, как отыграют те команды, которые, по мнению многих, незаслуженно получили свои инвайты. И уже делать выводы. Пока... Пока делаем выводы по Фнатикам. По ним можно же делать тоже выводы, потому что они в шаге от того, чтобы вылететь из этого турнира. Из этой квалификации идут в АГ Юнити вперед. Они там смог прожали под Вардом. Все прекрасно знали Фнатики. Фнатики постараются отэфить. Получает Fireblast. Бессмастер пытается встретить где-то там тикера. Бессмастера очень быстро зафгусили. Неплохо сыграли. Унажид просто пошел наглую бить Барак. Да, Барак он заканчивает и убивает его. Мега-крепы. Сейчас, конечно, полностью там в АГ Юнити могут просто отдастся. В любом случае, драться против мега-крепов будет практически нереально. Какой жесткий он не слэш. Тинкер тоже здесь раскастовывается. Варлок падает. Минус три. Все три героя без байбека. Пытаются хотя бы Тинкера в ответ взять каски. Алтеракистан растанивается в разные стороны. Good game. Well played. Муши соглашается с поражением. 2-1. Малазийцы. ВГ Юнити преодолели это проклятие четвертого места. И просто чудом каким-то смогли пройти дальше уже минимум топ-3. Ну и, конечно же, будут бороться они за инвайт на бостонские мейджорсы.